так всем привет сегодня покажем вроде как ничего прям глобально нового но здесь будет сделан переход по базе чуть-чуть оттененной краской чтобы было заметно и по лаку в версии скажем так всем известные но с материалами те которые работают в один слой для перехода но здесь просто делаем переход по базе растушуем красиво посмотрим как это делается тоже в версии материалов для ферма так что сейчас будет происходить с панелями тут мы переход дуем и под лак целиком здесь в переход дуем и под лак в переход 600 800 тысячный трезак пробили случайно но с этим мы ничего не делаем у нас задача просто лак переход кинуть красиво и базу через биндер положить сейчас это все расскажем все покажем в гаражах мы таким пользуемся не часто но тут покажем вот именно так как оно положено так у нас есть биндер чистый разведенный потом глаза и использование и чуть под колорируем базу за было видно переход по базе как он образуется ну да то есть я тут нанести там и не по нам мы не поймем ничего а так возьмем так чтобы было видно так ну без франит ну хотя бы все потому что если больше добавить она просто стоит настолько отлично а и переходник на лака сразу ультраха вот у тебя вначале база там где надо без без последний биндер аж правильно то есть база потом биндер база и это у нас чисто база под колорировано база и укрываем типа какой-то ремонт потом биндер потом опять база база чуть-чуть оттенена чтобы мы ее видели сейчас есть есть чуть-чуть оттенок но не сильно кстати а сейчас со следующими слоями ну да да не так-то видно она вон сиреневая а все делаем так как обычный получается первый слой второй выходит за него и уже вот на третьем слое мы формируем тот самый переход эффектный то есть у нас получается техник здесь и переходит уже вон сюда в чистом виде а вот есть ли смысл просто некоторые делала тут биндер потом в биндер и наливают краску потихоньку потихоньку это еще один способ где-то делать переход это же способ очень хороший а не смежать яблочински когда очень хорошо когда все очень быстро испаряется и нам надо сформировать эти свой можно смежать один к одному нанести там последние полтора слоя и практически 100% что ничего не будет да есть такой способ переход а здесь получается мы сейчас внесем биндер и пока он сырой мы в него будем сформировать переход чтобы щетички поднапитались питательной смесью по сути на дело та же самая база поэтому никаких там особых техник нанесений нету но накладывайте пока 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 Продолжение следует... Все. И вот эту часть, которая осталась, голый биндер, его укрывать не обязательно базой. То есть он не будет виден под лаком, никак какой-то оттенок, никакой полосы. Ничего такого не будет. Не надо стараться, чтобы он даже был близко к нему. То есть да, биндер должен остаться биндером. Да, он прозрачный высохнет, никаких дополнительных полосок не будет. А от того, что перепурите биндер, толку от биндера там внизу никакого. Ну то же самое и на крыле. Только так, как у нас есть еще переход по лаку... Да, надо осторожно. Надо сделать... То есть получается зона 600 под базу, зона 800. Именно переход по лаку по первому слою, да? И зона П1000, которая подержит нашу шагрень. Заводскую и старую шагрень в нашем. Вот сюда стараться уже биндер не наносить. Салатик, биндер не наносить. Домбинер не наносить. Так, вот. Время. 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 Перейдем. Ну лачок Также 920 Тот, который самый адекватный Для наших условий В предыдущих видео уже видели Ничего не поменялось за это время Смешивание также 2 к 1 И 15% Так, ну тут Тут все Ну да, ну я к тому, что В матовое состояние, как видно В матовом состоянии Насколько там что разница Кто что боится, под лаком оно будет все одинаково Сразу Опять же, для того, чтобы сохранить Вот здесь цвет Чтобы не желтило Чтобы не было линзы Так как лак полутора слойник Первый опыльный слой Вообще, как общая рекомендация Кидается до стыка Потом, соответственно, выдержка или не выдержка Уже последним закрывается Вся целиком деталь И вместо там 50-60 микрон вот здесь Вашего материала Всего лишь получается там 30 Ну еще есть такой момент Что если матовано скотчбрайтом Ну я лично замечал То накрываю лаком только там, где Ну первый слой Там, где у меня заканчивается база И если нормально пригрузить Может потечь Вот может надорваться Там в районе замка Вот так вот, да Реально замечал Реально замечал Что больше склонность к потеку Нежели весь Если кинуть пыльцой Ну да-да, толщина больше То есть тут Тудом-судом Ну, как вот общая рекомендация К того же самого Оксал Вот эта стуна остается чистой То есть первая пыльный сюда Сделал выдержку А потом один полный уже целиком Чтобы разнотуток не было Теперь так и сделаем Переход полага Ага Продолжение следует... Видно там сиреневая Ну это сейчас досушим Когда покажем Еще так Вынесем Ну я скажу так Вот такое вот Если в переход покрасить крылом Можно впарить То есть в серебро капнули красного Покрасили И это можно впарить Ну если равномерно Такое пятно размыть на машине Клиент вряд ли сразу обнаружит Пока ему пальцем не ткнуть Так, ну а здесь У нас идет переход по базе Мы сделали Да Вот тут Ну то есть видно даже Где 800 заканчивается Машинка Она По матовости разная Вон часть Соответственно здесь такая же ситуация То есть мы закрываем Первый слой То чуть выходя за границу Переходы по базе То есть в зону 800 И потом вторым слоем Закрываем опять же Не до конца Близко не подходим Границы П1000 Чтобы где-то у нас Вот Размывочку Но опять же Если это автомобиль То тут заклеено Бумагой Завернуто Может да Может да Парашютик там Здесь да есть Но мы поленили Сделать парашютик Ну нам да Нам не именно А пыл важен А пыл Все что хотите защитить Защищайте Нет Полировальную вам Руки и вперед Кстати нет Не сложно Теперь Ультра ХС Да Без всяких межслоек Без выжидания До высыхания И всего остального Ой ну этот прям Жирненько надо Относительно того Чем я раньше Вот у пола Работал Там надо Аккуратненько Если я вот так бы Нанес у пол У меня Можно сделать Я вот здесь просто покажу Как бы технику Да То есть Факел широкий Соответственно ориентируешь Просто вот так Движение Ну это Этого уже достаточно Я понял Здесь я Скажем так Сделал более филигранно Ага Ну есть разница Между тем Как я привык работать У Половской И этим Реально разница Он именно УХС Он адаптирован Под лаки УХС Соответственно И ниже то же самое У него сухого остатка Намного больше Чем у других Поэтому вот Так а какой тут Сухой остаток Если это растворитель Здесь растворитель Собеси с лаком А там чистый растворитель Почему Чистый растворитель У большинства фирмы есть Вот Потому что Как я говорил Если я так нанес Чистый растворитель У меня нахрен Все стекло Уже У нас есть тоже Чистый растворитель Другой такой артикул Но это Но это принципиально Другой продукт Относительно того Это принципиально Другой продукт Именно который Помогает малярам Работать чуть лучше Чуть быстрее То есть если он попадет На границ Страшного Как бы ничего Подполируется Все нормально Он мало то Что его можно Скажем так Но обычно Сетрезаком Немножко проходит Да и полирует Нет Если все сделано Просто машинка А на черном цвете Просто отдать И забыл Да Да вообще На самом деле Он очень хорошо Перетягивает лак На замотованный Посмотрим То есть если Если им привыкнуть Как работать То например Я выполнял ремонт На задних арках Вообще без полировки Он натягивает так Что и не видно нигде Ну да Ну привычно Ну сейчас пока что Матовости глобальные Не просматривается Ну посмотрим Как высохнет Так Ну нам тут Теперь чуть-чуть Пошумят Выкатили мы Из камеры Посмотрим На переходы То есть тут Сам переход Как таковой Ну даже оттенка Сможно сказать Что что-то видно На двери его Лучше видно Этот оттенок Тут больше площадь Просто Я так отойду Чтоб красное было видно А все под лаком Ну под лаком Да под лаком Чуть-чуть Каких-то пылов Не видно То есть биндер Проглотил все эти пылы И все Тут нечего Просматривать Тут мы не увидим Именно Перехода Очень малая часть И аккуратно И аккуратно Раскидана По Переходному Баллончику Все равно Жирновато Как мне изначально Показалось Что жирновато Я бы тоньше нанес Чуть-чуть пошел Срыв Надо тоже быть С этим делом Аккуратно Но Там где была Тысячка Перетертая Мы ее По сути не видим Вот этот вот Переходи Он это все дело Размыл И Вот не было Надрывчика Можно чисто Машинкой Шлифануть И все готово Технология Действует Но надо Приловчаться Потому что Это да Вроде не глобальный Косяк Досушить катером Перет Но опять же Это лишняя работа Поэтому надо Приловчиться Правильно Чтобы все Прям правильно Мне изначально Показалось Жирное Но реально Оказалось Жирное Поэтому Записали Кому надо Тут запомнили Что жирно Не наливать Полернули И отдали Все довольно таки просто Если есть какие то вопросы Там в комментарии Обращайтесь Ответят Помогут На этом все Всем спасибо Пока